На пустынных столичных улицах рабочих в оранжевых спецовках, как говорится, видно за версту. Пока основная масса горожан на заслуженных майских выходных, строители и не думают останавливать работу. Реконструкцию улицы Кулиева они начали еще в начале апреля. За месяц рабочие уже успели демонтировать старые бордюры и проложить новый камень. Выравниваем все, подготовим под асфальт, сделаем автопарковки, дорожки. Вот наша суть работы. Да мы специалисты, это работы, для нас трудностей никаких. Я трудностей не вижу. Главное, чтобы все было вовремя, и мы вовремя все сделали. Около километра изменений. Совсем скоро Кулиева будет не узнать. Благодаря нескольким единицам техники и около 20 специалистам, которые знают толк в этой работе. Смотрели построить три парковочных площадки. Значит, площадки уже в основании под площадки сделаны, бордюры установлены. В настоящее время они ведут, доканчивая установку бордюра. И на уровне будущего асфальта подняли колодцы. На днях уже начнут укладывать асфальтно-бетонную покрытие. Улица долгое время была в плачевном состоянии, нуждалась в ремонте. Как говорят местные администрации, такая масштабная реконструкция – первая за все время существования улицы. Со дня на день дорожники начнут укладывать долгожданное асфальтовое покрытие. Такие изменения стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». В этом году заложено на 13 миллионов 100 тысяч. Планируется эту дорогу довезти до ГОВД. К слову, это не единственная территория, которая попала под нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». В прошлом году отремонтировали улицу Гагиева. А до конца 2024 года в Магасе должно стать еще на пять благоустроенных улиц больше. В прошлом году начали, и до 2024 года все другие улицы будут термонтированы. Базоркино, Кулиево, Корчаново, Нальгиево. Впереди все улицы заложены до 2024 года. Все эти программы должны закрыть, и все работы должны быть выполнены. Водителям и пешеходам временные трудности придется терпеть еще неделю. Улицу планируют сдать уже в середине этого месяца. Тамара Хшагульгова, Новости 24.